Добрый день, с вами Андросик Станислав. Сегодня информационно-аналитический портал Союзного государства совместно с Национальным пресс-центром Республики Беларусь проводит интернет-видеобрифинг с инвестиционным аналитиком Роснано Петром Дудиным. Тема нашего видеобрифинга – развитие малых городов в Беларуси на примере Рогачева. Петр, недавно в Рогачеве прошел проект «Стрит-арт». Участникам проекта были зарисованы некоторые дома. Расскажи, пожалуйста, имел ли он успех и кто организатор? Да, действительно, в Рогачеве в августе месяце прошел фестиваль стрит-арта, так называемый. В Беларусь ехались художники стрит-арт с Беларуси, с России, из Москвы ребята были, из Санкт-Петербурга, из Мозыря, из Минска. И на фасадах домов они нарисовали несколько стрит-арт-объектов, в просто народе граффити их называют. На историческую тематику нарисовали портрет Владимира Короткевича, белорусского писателя. Нарисовали просто смысловые какие-то рисунки, которые людей заставляют просто остановиться, подумать. Реакция была самая разнообразная, но всегда позитивная. Местные жители не были в курсе насчет этой проблемы, хотя я как мог освещал это. Дома были разрисованы участниками, помощь в этом предоставил. Рогачевский райисполком и ЖЭС, который предоставил вышки. А средства на краски, соответственно, выделил портал Тутбай и другие независимые спонсоры, которые абсолютно никак не связаны ни с Рогачевым, ни с райисполкомом. Самое главное, почему этот проект получился, дело все в том, что местные власти содействовали утверждению планов, утверждению эскизов этих рисунков на фасадах. И художники достаточно быстро, в течение двух-трех недель, нарисовали шесть граффити на стенах домов. Местным жителям всем, в принципе, очень нравилось, но никто не понимал, откуда, что и как. Когда им объясняли, что это ничего городу не стоит, что это делается на деньги спонсоров, и что ребята за это получают ни копейки, ни из местного бюджета, ни из чего-либо другого кармана, то какие-то небольшие страсти улеглись. И дальше сейчас туристы, молодежь, просто старшее поколение ходят на это все, засматриваются, любуются. Крайне позитивно. Это именно то, чего Рогачеву не хватало. Это маленькая изюминка, которая добавляет. Ну а художники поехали в другие города, поехали в Гродно. Они определенный астретат объекта были в Минске, в Мозере, в Могилеве. В прошлом году они уже делали подобные вещи. И везде получают это очень положительную оценку жителей. Расскажи, пожалуйста, о своей инициативе, о Рогачевских проектах. Как она задумывалась и с какой целью? Инициатива, которую я назвал «Рогачевские проекты». Суть его заключалась в том, чтобы свести вместе вместе власти, и чтобы свести эти власти и архитектура отдел города Рогачева с художниками, архитекторами, чтобы можно было каким-то образом преобразить лик города. К сожалению, чтобы работали архитекторы или какие-то художники, по крайней мере, для этого нужно финансирование. И финансирование может идти только из кармана спонсоров. Спонсоров нашлось немного. Выступил портал Тутбай, и там буквально единичные люди. Но, тем не менее, в таком формате это сотрудничество получилось. Воплотился стрит-арт-объект. В будущем, возможно, появится проект городского парка. Инициатива исключительно частная. Она не зарегистрирована никаким образом. Это не является юридической организацией, никаким обществом. Поэтому это скорее похоже больше на какую-то проектную команду, которую собирают жители Рогачева, что-то решают, делают и предлагают свое решение Рогачевской администрации. В таком формате, именно в таком формате наиболее эффективно и работает, и не требует никаких финансовых вложений ни с каких сторон. Это исключительно волонтерская работа. Как ты считаешь, есть ли в Беларуси перспективы подобного рода проектов и, в принципе, частного государственного партнерства в развитии малых городов? Я считаю, что в малых городах есть со стороны общества определенный запрос на то, чтобы появились какие-то изменения, чтобы возобновилось или даже появилось государственно-частное партнерство. К сожалению, в администрациях многих городов, насколько я знаю, не идут навстречу волонтерским движениям, очень трудно наладить вот эту связь. Очень часто, если связь налаживается, то исключительно каких-то личностных, исключительно личная связь, и тогда что-то получается. Одни боятся, власти боятся какие-то частные инициативы, а люди, которые могли бы делать интересные проекты в сфере, не знаю, то есть волонтерства какой-то работы, общественной работы, они не всегда понимают, зачем им нужно связываться с государством. Тем не менее, если интересы совпадают, перспективы очень огромные. Получается, что все друг другу помогают, и в результате получается, город что-то приобретает. А малым городам в Беларуси действительно не хватает социальной инфраструктуры, не хватает мест досуга, не хватает просто обустройства городского пространства. И власть этим занимается на остаточной основе, потому что есть бюджет, есть бюджеты, которые ограничены, есть просто временной ресурс, который задействован на совершенно другие вещи в районных администрациях. Именно этими проблемами могли бы заниматься вот такие организации, не знаю, организации волонтеров фактически, то есть при личном понимании это организации волонтеров. Но, к сожалению, должен быть консенсус. В Рогачеве этот консенсус получился. И, в принципе, как-то это, как-то в каком-то формате работает. Поэтому, если бы везде это получалось, я думаю, что в Беларуси бы совершенно по-другому люди даже смотрели на их маленькие города, и по-другому бы это все происходило. — Петр Рогачев географически близок к границе с Россией. Как ты думаешь, насколько он может быть интересен российским бизнесменам, если в нем будут высоко развиты отношения между частным сектором и властями? — Вопрос такой животрепещущий для маленьких городов. Развитие городов, развитие социальной инфраструктуры. И как бы там ни казалось, развитие социальной инфраструктуры малого города всегда завязано на экономику. Это взаимосвязанные вещи. К сожалению, существует серьезное настроение во всех малых и так называемых неперспективных городах у населения на то, чтобы уехать из города. Многим не нравится жить в малых городах, они перебираются ради работы в другие места. Если бы инвесторы до конца поняли преимущество малых городов, которые — налоговое послабление, возможность напрямую решения всех вопросов с администрацией района, то это бы создало рабочие места. В свою очередь, администрация, кроме помощи инвесторам, могла бы развивать социальную инфраструктуру. Это очень важно для того, чтобы те люди, которые остаются работать на внососознанных рабочих местах, оставались, и чтобы появлялся приток новой рабочей силы. Потому что, к сожалению, сейчас рабочая сила, особенно молодежь, умывается из малых городов. Они переезжают в крупные города, в областные центры. И, к сожалению, проблема особо остро проявляется в сельской местности, но и в малых городах численности до 50 тысяч. Развивая социальную инфраструктуру, большинство молодых людей, это люди в трудоспособном возрасте, можно было бы удержать, создать рабочие места. Или создать рабочие места и удержать дальше, чтобы... Это взаимосвязанные вещи, они идут рука об руку. К сожалению, это не всегда понимается местными властями и даже на более высоком уровне. Но это крайне важно, и это именно то, что может показать экономическую грань взаимоотношений государственно-частного партнерства. По поводу привлекательности к России, да, восточная Беларусь Рогачев стоит на трассе, достаточно оживленной, недалеко от трассы Орша-Гомель-Киев, границы с Российской Федерацией. Частный бизнес из России проявляет интерес, проекты в деревообработке, проекты в строительстве. Здесь очень крайне важно наличие образованной рабочей силы. В таком городе, как Рогачев, на самом деле проблемы такой нет. Вопрос создания рабочих мест. В Рогачеве работает два ПТУ, или так называемые, как профессиональные технические училища. И как раз-таки СССР, профессиональные технические училищ, новые организации могут забирать этих ребят, предоставляя достойную оплату и достойную работу. Другие города таким похвастаться не могут, но здесь становится другая проблема, что нужны кадры инженерные. Опять же, все это в рамках малых городов возможно. И возможно привлечь в такой город, как Рогачев. И близость к России. Многие российские бизнесы рассматривают действительно переносовый бизнес в Беларусь, потому что здесь более квалифицированная рабочая сила, более понятная налоговая система, более понятное администрирование. Поэтому те малые бизнесы, которые появляются, могут появиться. Только из них могут вырасти что-то более крупное. Как ты считаешь, в каком направлении стоит двигаться Беларуси, на кого ориентироваться, развивая частное государственное партнерство в малых городах? – Развитие частного государственного партнерства начинается с бизнес-климата в малых городах и во всей стране. Это крайне важно для бизнеса, местного, малого бизнеса, чтобы он мог расти, развиваться, чтобы простые люди, которые еще вчера были студентами или работниками предприятий, имели возможность легко и быстро зарегистрировать бизнес и чтобы они могли без всяких бюрократических препон его развивать. Ни одна компания, которая существует сейчас из крупнейших, будь то Samsung, Toyota или General Motors, они всегда когда-то, 100, 200, 150 лет назад, они были маленькими частными бизнесами, которые развились где-то мало в регионе. Понимание этого должно у государства родить помощь частным компаниям, частным предпринимателям. Именно эта форма партнерства в малых городах, она позволяет создавать новые рабочие места, позволяет в перспективе развиться в более крупные предприятия, предпринимателям или организациям, которые вновь создаются. И в результате с ростом численности работников, с ростом этих компаний в городах создаются совершенно другие, новые трудовые отношения, более эффективные. У людей появляется стимул оставаться жить в этом городе, у людей появляется желание изменить что-то в своем городе. Многие бизнесмены, которые имеют неплохой доход, готовы потом жертвовать деньги на боготворительность, готовы организовывать какие-то социальные объекты, обустраивать свой город. Это крайне важно. Но все, я повторюсь, начинается с малого бизнеса, с его поддержки в простоте. И где-то, возможно, людям не хватает даже консультационных услуг. Хотя в Рогачеве есть маленький центр содействия предпринимательства. Таких вещей должно быть, таких объектов в городе по всей стране должно быть больше. Сейчас приходит понимание, что именно частная инициатива, частное предпринимательство, частное партнерство, частное государственное партнерство. Оно способно принести гораздо больше плоды, чем раньше было принято думать. Это гораздо более гибкая система. Эта система проявляет именно ту гибкость, которая необходима в малых городах, которая крайне чувствительна к безработице, в отличие от крупных городов, где люди могут менять место работы в рамках одного города. В малых городах все немножко по-другому. Эта экосистема своеобразная. Соответственно, насчет вопросов, на кого ориентироваться, наверное, нам стоило ориентироваться бы на страны Балтии, потому что там структура экономики совершенно другая. Крупных городов там мало, практически все населенные пункты по белорусским меркам могут быть относены к малым. Опять же, частные компании, сфера услуг, а ввиду того, что, например, Гомельская, Могилевская, Витебская область граничит с Российской Федерацией, сфера услуг будет крайне востребована в ближайшие 5-10 лет, потому что просто эти услуги более высокого качества оказываются по другим ценам по сравнению с Российской Федерацией. И на этом все, как ни странно, есть огромный спрос. Для Беларуси это является фактически притоком денежных средств, экспорт услуг, так называемый. Частная инициатива вполне в состоянии в себе вобрать весь этот спрос, который возникает. Петр, спасибо большое за интересную беседу. На этом мы заканчиваем наш видеобрифинг. Спасибо за внимание. Продолжение следует...